Доброе утро. Посмотрим, что происходит. Спальничек. Я бы не сказал, что это самый прям теплый спальник, но для Грузии нафиг больше не надо и весит килограмм. Телефон. Смотрите, пожалуйста. Немножко спасти на утро. Любому колясочнику не помешает. Вот, достаточки водички. Еще есть одна такая бутылочка, чтобы сварить себе с утра кашу и на чай. Ну, короче, вот тут ребята разные прилетали. Но, слава богу, все обошлось. Так, открываем. Это онпакинг называется. Так. Телефончик сюда. Аккуратненько. А, да. Защитка. На всякий случай. Бля, вот раньше я такую штуку вообще не думал. А сейчас прям где-то быстро достается нож. Вот он. Опа. Опа. Ну, если что. Ну-ка, ребята. Красотень, а? Красотень. Вот надо будет подниматься в эти все штуки. Подниматься. Ну, а сейчас, собственно, для меня, если честно, лучше проехать 20 километров, чем собирать весь походный став. Потому что, бля, делать это на коляске, это просто чудовищный, чудовищный труд. Вот. Так что, вначале я отключаюсь, стараюсь ничего не серфить, ничего не проверять. Пока все не сделаю, чтобы, блин, нато псикую. Вот. Спалось, 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 так себе, если честно, вначале. Как-то там какие-то шорохи, сверчки, все дела. Трасса тут рядом. Тут, получается, чуть-чуть, ну, перепад один, и все, собственно, трасса. А здесь какая-то каменная такая дорога для местного фермера, наверное, который за виноградником своим смотрит. Не знаю. Ну, было машины три, поэтому тут у меня нормально, но над головой как бы шумело. Вот. Подтверждение этому. Собственно, поспал. Матрас не сдулся. Пролежнее, я уверен, что не належал. Ворочаться, конечно, на таком маленьком хуже. Ну, я вам скажу, что нормально. Нормально. Такой монолог тоже имеет право прочтению. И вот я, смотрите, какой еще наколвозил штучку. Вот. Первое, куда я потрачу денег, когда приеду в большой город, куплю для GoPro держатель, потому что это уже пиздец. Это уже все. Тут уже, блин, конец ему. Теперь нужно работать на виноградник. Савчики. Да, за водой. Ее. Е, братан. Е. Ух, трули мои. Трули мои, трули высохли. Высохли. Ух, прекрасно. Трули, трули. Ох, мой завтрак. Чего, пойду кушать. Вот сюда. Что еще? Фонарик, из которого я вчера играл. Навешал. Навешал. Вот сюда. А, я знаю, что мне надо. Привет. Вот, вы знаете, что трудно делать с колясочником? Вот это компрессовать. Вот, блин, этот спальник сраный. Ты, когда не колясочник, ты там коленком придавишь. Спину используешь. А вот здесь у тебя только руки. И если, блин, что-то выскальзывает, то ты только падаешь с коляски. И вот это, блин, тяжелая, тяжелая наша ноша. Понимаете, я вот с этим уже устаю бороться. Какие-то постоянно штуки. А если еще на природе, не столько же, не очень ровно. Стоишь тут и компрессуешь. Или комплексуешь. Итак, мои маленькие любители экстрима. И я, наконец-то, сложил весь лагерь. Прямо вот он здесь был. И это было очень трудно, если честно. Он заморочился. Так. На кашку. И на чай. Особо употреблять не будем, потому что воды у нас осталось ровно 100. А вдруг сверхподъем и жара. Тут, блин, какое дело, чтобы не рисковать. Так. Ну, вот тут включим. И делаем так. Да, горит. Вообще идеальная фигня. Тихо. Оп. Оп, братуля, посмотри. Газоопасно. Газоопасно. Что с кашкой? Быстро. Все то же самое, только сзади на грузинской. И вот к нам пришел быстро. И мы стали все быстрее. Так, ребят. Закипело. Ну, камон, камон, камон. Только вот мешалочки нету мне никакой. Никакой. Вчерашнюю я, дурак, выкинулся себе. А нифига не выкинул. О! Дошиковская вилка. Так, выключаем. Чайковского. Для которого, кстати, у меня нету даже посуды. Где сделать чай? А чай можно сделать в пустой баночке. Вот это у меня началось. Походный трехол. Мы берем баночку. Берем мультитул. Так. Оп. Ищем в нем ножик. Может где-то. Вот ножик. Оп. Берем, делаем. Вот так. Селеченка очередной раз. Спасибо за мультитул. Это просто офигенная вещь. Никогда их не дооценили. Зачем? И что? И что? И что? Мы берем чайок. Чайок и затылок еще. Опач. Оп. И получаем готовый напиток. Прям как мочи издал. Чай. Чай. Все. Всем приятного аппетита, господа. Наблюдайте, что же произойдет дальше. Сможет ли выжить наш герой в этих неравных условиях, в борьбе с самим собой, своей инвалидностью и клещами? Он неиспорченный человек, зеркодеск. Итак, уезжаем на шоссе, на автобан. Ребята, которые работают на поле местном, прощаются, махают руками. Вот я возле них ночевал. Ну и все. Следующая остановка горе. Камон. Сейчас вечерашнего. Движа первого. Вообще трудно, трудно начинать сегодняшний день. Учитывая, что мне собирать походный лагерь, это реально три часа уж просто. С едой, со всем пильной. Не так просто когда-то на поляске. Но. Виды гор помогают. Включу музыку и погоню еще 36 километров. Трение ветра. Лечу в магазин. 76-й меня тянет бензин. Пятую сунул. Поехала кляча. 150 это не передача. Прям перед носом закрыты ворота. Значит, судьба принимает пилоты. Гипс натяну, костыли буду гнуть. Заточкалого смело. Повешу на грудь. Прыгай в коляску, если ты меня слышишь. Прыгай в коляску, может ты еще дышишь. Если ты еще живой, ты будешь мой герой. 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 Еще в ноябре я второй раз сломал позвоночник. Я подумал, что это все гуйня, если хочешь путешествовать. Красота. Прям не на радость. Съеду и каждой метром колькую. И даже не знаю, когда остановка. Воды нет. Что же делать? Здрасте. Мы уже из Минска. Видели вас на ютубе. Я Андрей. Привет. Я смотрю, как и видно, какая история. Слушайте, встретил ребят из Минска. Андрей. Вот так вот можно ехать до Батуми. Мы как раз вчера посмотрели. Удивительная история, как можно встретить. Слушай, ну я там ночевал просто недалеко. Возле по дороге на Каспий свернул и там в палатку жил. А вы такие стояк. Вот так вот случайно на трассе встретил ребят из Минска. Которые переехали в Грузию по политическим соображениям. Загорелая, веселая. Надеются, наверное, вернуться обратно. И я очень надеюсь, что они вернутся. И это было настолько в тему, потому что я как раз допил последние свои крохи воды. И мне подогналась бутылочка большой, холодной, какой-то грузинско-аркезианской скваши. Просто вот как надо получилось. Можно дальше ехать и не париться. Вот такие вот дела, ребят. Пока. Уже начинается какой-то пиздец. Какой-то ремонт дороги, блин. Только бы не глубоко. Половар 4. Спасибо. 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 российские в грузии крутые чуваки вот реально для людей пропустили меня вот не за что бы беларусь и так не сделали объезд всех бы по объезду а тут по випу все рынке машина перевернулась какая-то рассыпала кучу песка вот и вся проблемка все объезжали справа теперь надо перестроиться мой следующий пункт достанешь думал доеду в конце дня доеду до обеда хочу рассказать свой метод поиска отелей так как я на коляске руками поднимаюсь я не могу просто поехать туда где там больше звезд для меня конечно доступность определяющих факторов и ближайший выезд без город поэтому я включаю отели на карте и собственно вот еду смотрю на них еду дальше по-другому не получается короче въезжаю в горе примерно как в лиде вот такие здесь улицы вот такие вот здесь дома город горе грузия улица суш у меня трип не про города поэтому все простите что я не буду описывать не хватает энергии но вживаю первый отель у меня по дороге название мне нравится лаки и здесь вроде есть пандус если внутри будет доступна сто процентов да вот так Охуевший коммуникатор Я, короче, решил даже не спускаться Просто стоял таксист И я его попросил сходить, спросить Есть ли доступные номера Чтобы на всякий случай зря не слазить И не обламываться, что там лестница Сейчас он придет Посмотрим, что скажет Ну, это важно Скажите номера Я на коляске инвалидной Для колясочника я заеду Там не будет ступенек внутри У нас есть лифт У нас есть и для инвалидов тоже Но сейчас занят А если не для инвалидов Главное, чтобы я мог попасть Я могу подняться, посмотреть хотя бы Для начала Спасибо Сейчас поднимемся Паспорт взяли Все взяли Сейчас посмотрим Мне без разницы Лишь бы я мог на коляске Нет, у нас тут специально И для туалета И для баночки Чтобы с коляской Я вас понял Но я уже приспособился Знаете Так а поехали ли со мной Я поднимусь Хорошо 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 А какой этаж тут? Третий Третий Вы сами потом увидите Добрый, добрый Конечно Ой, а можно где одна кровать большая? Нет, я подаю, чтобы была Или составить Мне много не надо Вы же выполните одну какую-то проблему? Нет, так я бы хотел две составить, чтобы широко было А, широкая у нас только в люксе А сколько люкс стоит? 100 лави Давайте посмотрим люкс ваш Хотите люкс? Ну, а что, сейчас Ну, неплохо Здесь вам легче будет двигаться Комната большая Так Так А, свет тут внутри Слушайте, ну, в принципе, более-менее нормально Ну, в общем, сегодня у меня подготовительный И, на самом деле, очень серьезный день Потому что, вот Если вот там далеко посмотреть Там такие ветряки в горах Вот, мне нужно будет ехать до них прям И там будет тоннель через гору И мне нужно будет сквозь тоннель вместе с машинами ехать Ну, сами понимаете, тоннель Там палатка-то не расставишь И хачапури там никто не продает Так что Лайки Только лайки